Раскопки начинаются где-то с середины самолетной. Первым в глаза бросается огромный карьер с нечистотами, который перекрывает всю проезжую часть. Неприятно, что именно по этой дороге ежедневно в школу и в садик ходят дети. Например, дождь пошел, и я иду, у меня бочинки грязные, потом мне в школе предъявы приставляют. Ну, вон они боятся провалиться. Они когда один раз ушли, и тот мальчик упал в канализацию. Я не знаю, если честно, мне рассказали просто. По словам местных, эта яма появилась еще в прошлом году. Тогда же, в принципе, и должны были закончить ремонт всей улицы. Но по непредвиденным обстоятельствам работы затянулись. Местные делятся. Дискомфорт от этого огромнейший. Вонь. Вот мы дышим. Ни летом не выйдешь во двор, ни окно не откроешь, чтобы проверить комнату. Нет. Вот этот запах, ну что сделать, куда его деть. Чуть дальше по улице расположилось и так называемое мусорное озеро. Еще одна яма, в которой накопились отходы и зловонная жижа. Находится оно сразу напротив детского сада. Репортер был здесь в ноябре прошлого года. Тогда нам обещали, озеро исчезнет к концу 2018-го. Но с тех пор мало что изменилось. При этом местные жители рассказывают, рабочие здесь появляются регулярно. Работают, работают каждый день. Мне вот с окна видно, как они каждый день работают. Они вон там работают. В Инфоксводоканале репортеру пояснили. Ранее просто произошла путаница со сроками выполнения работ. Работы проводит предприятие Аверстан Инжиниринг, частная компания. И работа состоит действительно из ряда этапов. Первый этап – замена полностью нового коллектора должна пройти по улице Самолетной до улицы Простелочной. В данный момент подрядчик выполнил более 75% работ и осталось на последнем участке финальном выполнить работу. И этот участок, к сожалению, является наиболее технически сложным. Поэтому ориентировать на срок и завершение работ, по нашим данным, которые у нас имеются, ожидается в марте этого года. Также компания приносит свои извинения за временные неудобства. Там отмечают качество превыше скорости. Но самое опасное то, что ни одна из этих огромных и глубоких ям не ограждена. Нет никаких опознавательных знаков или хотя бы сигнальной ленты. Таким образом, возвращение домой в темное время суток становится опасным не только для детей, но и для взрослых. Лилия Горопашная, Наталья Долбыш, телеканал Репортер.